Кей Артур развивает индукционное изучение Библии по своим учебникам. Что вы можете сказать об этом? У нас есть всякие проблемы. Я мог бы сказать многое. Попробую начать с того, что Кей Артур – женщина. Нет, не смейтесь, это действительно так. Женщины – это проблема. Если женщина становится проповедником, ждите проблем. Библия говорит, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но учиться. Если у нее есть какой-то вопрос, она может задать его мужу. Это не значит, конечно, что женщины в духовном смысле на ступеньку ниже. В Иисусе Христе нет ни мужчин, ни женщины. Однако же, согласно той роли, которую Господь отвел в церкви мужчине или женщине, именно мужчины должны быть руководителями, пасторами и пресвитерами. В этом смысле Кей Артур не соответствует библейскому стандарту. В общем и целом, ее учение хорошее. То есть, она не преподает ересь. Она действительно преподает истину. От этого-то все дело и запутывается. Потому что то, что она пишет, люди могут прочитать, и могут легко заметить, что это правда. Она также выступает поборником индуктивного изучения Библии. Но и любой человек заметит, что есть серьезные преимущества у глубокого изучения Библии. Однако, индуктивное изучение Библии для многих людей означает, что можно прочитать Библию и определить, вывести, что она означает. Самостоятельно. Однако, Библия говорит, что Господь Иисус Христос поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов, учителей, пасторов для совершения тела. Поскольку в последние пару дней мы с вами много говорили о том, что невозможно познать истину, если только не толковать Библию верно, точно. А мы можем сделать вывод, что церковь в значительной степени зависит от пасторов, от старейшин, от руководителей, которые будут преподносить церкви истину. Народ Божий призван подчиняться тем, кто поставлены над ним, тем, которые учат нас истине. Это написано в Послании к евреям, 13 главе. Новый Завет всю церковную власть передает в руки пресвитеров и пасторов. Иногда спрашивают, благословляет ли Бог служение Кей-Арту. Господь благословляет истину. Даже если какой-то человек в чем-то приступает к границе Священного Писания и занимается не своим делом, истина остается истиной. И в этом смысле я рад, что она преподает истину. Но лично я не считаю, что ее служение находит полное одобрение Священного Писания. Ну и если любой человек может изучать Библию и обнаружить истинное значение, вот эта вот идея может быть достаточно опасной. Но это не простоcart Кей-Арту А